наконец-то да добьем форда ford mustang я его же весь делал осталось только дверь на двери у нас есть это несколько кратер очков капов сейчас рукой нащупай вот раз как-то на лампу так показать раз вот два и где-то тут еще один дело а вот сверху и вот три что нам нужно будет для работы вот еще и 4 вот тут что нам нужно будет для работы брусочек coax здесь 800 здесь 1200 наждак покажу несколькими вариантами заменить этот брусочек можно на что-нибудь прямоугольной идеальной формы это как правило берут там стеклопластик какой-то кусочки доминошки отламывают они идеально ровные на них кладем обычный наждак для мокрой работы можно взять там начать 600 800 1200 полторы 2000 по такой градации каким путем пойду я я допустим две штучки сделаю без шпатлевки две штучки или там одну покажу со шпатлевкой качество на выходе одинаковая просто со шпатлевкой можно более что ли свободно себя чувствовать понимать что ты делаешь это однокомпонентная шпатлевка сикинс неважно какая это будет сикинс или на волн еще какая-то прямо смело нашпатлевываем тут и нашпатлевываем тут прямо по по потеку есть пока тут будет сохнуть шпатлевка ей надо минут 10 чтобы подсохнуть мы сейчас займемся те штучки сделаем также кроме брусочка мне понадобится полторушка и 2 2 чем-то это все колокс наждаке 2 500 но на ошибаться находим ее берем 800 q и кладем прямо вот в центр брусочка не спеша видите начинает центр запиливаться до края тоже царапаются но начинает запиливаться центр не давим просто стараемся стереть чисто капельку которая у нас тут выступает сбоку царапается это нормальное явление есть специальные пластины для того чтобы типа сбоку не царапалось но их в наличии попробуй достать и все равно без них потом еще доделаю то есть их надо убирать и все равно сбоку царапать есть 800 до конца не дотираю то есть я оставляю себе место для того чтобы перейти на мелкий наждак это 1200 уже и вот 1200 я фактически дотираю есть теперь переходим 1500 вроде я не знаю честно могу ошибаться по градации у колокса у них там такое сложное разделение по цветам идет вообще разделим грубо говоря 1 2 номер 3 зеленый это четвертый все но для полировки больше ничего не надо по градациям реально могу могу путать их есть и теперь зелененьким добиваем все вот этой капельки нет ни малейшего следа это видно на лампу через матовую матовый проход этот лампа ровно то есть ведем по лампе все хорошо шпатлевка еще сохнет здесь уже капельку эту одну убрали давайте саленку крупную подберем периодически наждак надо обтирать чтобы на нем ничего не налипало есть и вот тут еще одна капушка на ребрах надо осторожнее быть чтобы не пробиться чтобы не пробиться тут готова теперь с этим с этими с этими чуть по неудобно вам нужна вода потому что шпатлевка забивает потому что шпатлевка забивает наждак поэтому тут надо работать с водичкой смысл тот же шпатлевка нам показывает когда мы уже вытерли соринку или потек это по принципу потеки так раньше убирали пока не было катеров это в принципе способ очень хороший не спеша четко видно где мы работаем одно но что это чуть чуть дольше и грязнее все в принципе я оставляю себе под 1200 теперь дотереться дольше в каком плане не перетирать дольше а что подождать пока она высохнет потом вот это надо допустим чтобы увидеть что мы делаем протереть подсушить вот тут капушка небольшая там совсем небольшая поэтому она вытерлась очень быстро ну способ вполне себе имеющий право на жизнь работающих дальше добью на сухую есть все есть да шагренька конечно немного пострадает но мы ее еще сейчас подразобьем я всю дверь буду проходить сейчас на машинке трезаком объясню почему сальвент посадил в себя лак причем так серьезно посадил потому что я крашу обычно этим же грунтом водой и этим же лаком и вот такой сморжопы у меня нету на лаке то есть это именно сальвент вот я выбил трезачком да это все быстренько простенько но это лишний этап работы но мне деваться некуда то есть я поправил шагрень а тут она некрасивая затянутая прямо видно ну грудь беда ничего страшного как бы доделаем исправим но лишняя работа мне это добавило что же самое 800 подтираем подтираем я практически не надавливаю есть так ну из такого что закапывали мы все поубирали прокапывали точнее сейчас поищем крупные соренки какие-либо ну их тут почти не было ну вот что-то мне не нравится вот тут на переливе лампы видно так вот ну и вот так вот 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 Крупный ссор весь чувствуется на руку всегда. То, что чувствую на руку, трезак не уберет никогда. Он его только залижет. То, что на руку мы не чувствуем, мы еле-еле видим. Этот резачок лизнет, и это потом в шагрин все запилится. Трезак трехтысячный, тремовский. Иде водичка. Вот водичка. Хорошо смачиваем, обмываем наждак. Обмываем с поверхности. Главное, чтобы все было чисто. Никаких песков, ни в коем случае не на улице это делать. Потому что малейшая песчинка, и будет засарапана вся поверхность. Ха-а-а! 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Все, перебил я самое основное То есть плоскости матовые Даже крыло чуть зацепило Не беда, не трагедия Чем мы будем работать? Взяла себе новые машинки Cortec Это копии Flex Что визуально Что по начинке Машинки не дешевые Но дешевле, чем Flex Процентов где-то так на Процентов на 30 дешевле, чем Flex Это ротор Точнее эксцентрик 15 мм вход Это ротор Эксцентрик классный Работа 125 подошла Но ротор мне прямо зашел Прямо Кайф Сейчас буду работать В некоторых местах Ротором Коэди эксцентриком Тема, конечно Прямо Самомашинка классная Эксцентрик удобный С 125 кругом А работать Быстрее получается Чем в 150 По пастам На этой машине Испробованы Разные пасты Фактически все Что у меня есть И реально это Лидирует То есть Картек 3000 Показал себя лучше всего Вот в этой работе Кох Химми 901 Не взлетает Автомеджик PS1 Неплохо Но это лучше Именно в этой ситуации И поехали Показала Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Но за один проход паста убирает все... Красиво... Сейчас пройду по плоскостям... И покажу, как работает ротор в изгибах... Реально, ротор прямо классный... По плоскости я, в принципе, закончил все... Но... Вот тут эксцентриком неудобно выбирать... То есть неудобно вырабатывать... Ротор... Это первая скорость... Он не садится... Он на ней четко выпиливает... Красиво... Красиво... Это мех... Длинный... Рупес... Не буду сейчас ослеплять... Это рупесовский мех... Тоже классно работает... Мне понравилось... Вот это, наверное, первый случай... Когда мне понравился... Как работает ротор... Все... Все... Закончили дверь... Шагрень... Ровненький... Блестящий... То есть не сухой... Отрезак ее... Подзагладил... Сделал... Красиво... Да... Чуть посидели... Пополировали... Ну... Как есть... По машинкам... Мое мнение... Ротор... Я вообще прям... Вот... Работаю и кайфую... Экцентрик... Ну... Просто экцентрик... Не греется... Вот... Плюс ему не греется... А так... Экцентрик... Экцентрик... Ротор шикарный... По точечкам... Где-то тут... Где-то тут была точка... Тут... И где-то вот тут... То есть тут от нее даже... Места-то не видно... Еще грень, кстати, осталась... Хорошо... Тут их вообще будет... Фактически невозможно найти... Эти точечки... То есть... К чему я... Это видео... Завершение, точнее, этим видео... Что... Что бы ни случилось... В покрасочной камере... Потеки бывают... Краторочки бывают... Мусор... То есть... Всякая хрень случается... Ну... Расстраиваться... Отчаиваться... Как бы не стоит... Есть куча вариаций... Чтобы выйти из этих положений... Так или иначе... Это ручная работа... И... Наши... Наши нюансы мелкие... Которые могут нести коррективы... В идеальную покраску... Нужно просто знать, как исправлять... Всем удачи... Всем пока... Субтитры сделал DimaTorzok...